Реактивные самолёты Як-15 и Як-17 конструкторского бюро Александра Яковлева вошли в историю с почётным званием «Первое». О том, с какими трудностями пришлось столкнуться первопроходцам отечественного реактивного самолётостроения, очередной фильм «Оружие». Весной победного 45-го года КБ получило задание спроектировать и построить истребитель с принципиально новой силовой установкой. Срок – 5 месяцев. Неординарная задача потребовала неординарных решений. Конструкторы взяли за основу планер лёгкого манёвренного Як-3. Следует отметить, что для лётчиков переход с поршневой машины на реактивную представлял собой довольно сильный психологический барьер. Яковлев решил использовать хорошо зарекомендовавший себя в период Отечественной войны истребитель Як-3, взявте его за основу и просто заменить поршневой мотор турбореактивным. При этом характеристики устойчивости, управляемости, они были во многом схожи. И лётчикам представлял гораздо проще сам переход на реактивную технику. При этом, конечно же, ожидать очень высоких характеристик, в первую очередь скорости, не приходилось. Реактивных двигателей, пригодных для массового использования, советская промышленность тогда не выпускала. Пришлось обратиться к опыту немецких инженеров. Реактивные истребители «Мессершмитт-262», «Хенкель-162», ракетный перехватчик «Мессершмитт-163» были доставлены на отечественные аэродромы, облётаны и всесторонне изучены. Их рабочие чертежи и технологическую документацию спешно перерабатывали в конструкторских бюро. Созданная комиссия, оценивавшая полученные данные с точки зрения возможности использования Швальба в СССР, признала, что «Мессершмитт-262» пригоден для производства. Организация этого процесса была поручена Павлу Сухому. Он предложил взамен собственную конструкцию, связанную со Швальбе только общей концепцией, но использовавшую его лучшее решение. Эта машина получила обозначение «Су-9». В 1946 году было решено, что в производство пойдёт самолёт отечественной конструкции. За строительство реактивного самолёта, близкого по своей концепции к «Мессершмитту-262» также брался конструкторский союз Микояна и Гуревича. Они подготовили проект истребителя, оснащённого двумя реактивными двигателями, размещенными в гондолах под крылом, и вооружением, сконцентрированным в носовой части фюзеляжа. Схожесть с немецкой конструкцией ограничивалась двигательной установкой и её размещением. За исключением этого, конструкция была полностью оригинальной. Летом 1945 года была начата подготовка к строительству прототипа. Но затем Микоян решил отказаться от этого проекта в пользу новой конструкции, получившей название «МИГ-9». Среди двигателей особый интерес представляли доведённые до стадии серийного производства турбореактивные «Юнкерс ЮМО-004» и «БМВ-003», производство которых в срочном порядке решили наладить в СССР. Чтобы ускорить работы над машиной, получившей индекс «ЯК-15», конструкторы использовали на опытном образце трофейный «ЮМО-004». Именно такие моторы стояли под крыльями мессершмиттовских «Ласточек». В Советском Союзе использовался немецкий опыт. Захваченные трофейные немецкие двигатели послужили фактически основой для создания первых наших реактивных самолётов и накоплению определённого опыта. Они строились, эти двигатели немецкие, у нас в серии. И именно под них создавались все первые наши реактивные самолёты и истребители. Первыми из них были «ЯК-15» Яковлева и «МИГ-9» КБ Микояна Егоревича. На «ЯК-15» почти полностью перенесли с «ЯК-3» серийное оборудование и пневмосистему, которая использовалась для уборки и выпуска шасси. Приборная доска, компоновка кабины, электрооборудование и многие другие элементы также соответствовали базовой модели. Для сохранения компоновки планера конструкторы применили оригинальный способ. Турбореактивный двигатель разместили на месте поршневого, в носовой части. Сопла вывели в нижнюю часть фюзеляжа. Так появилась реданная схема, получившая своё название за уступ на фюзеляже, напоминавший редан глиссера или летающие лодки. Работа над истребителем велась высокими темпами, и постройку машины завершили вовремя, в октябре 1945 года. Однако продувки истребителя в аэродинамических трубах и доводочные работы задержали первый вылет. Як-15 поднялся в небо 24 апреля 1946 года, в один день с Микояновским МиГ-9. Задания на проектирование реактивных истребителей нового поколения весной 1945 года получили ещё три коллектива разработчиков. Результатом их работ стали двухдвигательные МиГ-9 Артёма Микояна и Су-9 Павла Сухова, а также однодвигательные ЛА-150 Семёна Лавочкина. Эти машины вступили в борьбу за право выпускаться серийно. Испытания Як-15 шли быстро и без особых сюрпризов. Пилотирование не доставляло особых проблем. По этому показателю самолёт оказался самым простым из всех существующих тогда советских реактивных истребителей и был доступен для лётчиков средней квалификации. Пилоты, освоившие поршневые Яки, без труда могли перейти на Як-15. Вскоре лётчик-испытатель Пётр Стефановский выполнил на этой машине первые фигуры высшего пилотажа. Конечно, первые реактивные истребители были далеки от совершенства. Капризничали двигатели, выявлялись недостатки в конструкции. Однако разработчикам удалось решить главную задачу — подойти к 800-километровому рубежу скорости. Як-15 — одноместный истребитель. Принят на вооружение в 1947 году. Двигатель. Турбореактивный Юнкерс ЮМО-004 тягой 900 килограммов на опытных образцах, РД-10 на серийных машинах. Длина — 8,7 метра. Размах крыльев — 9,2 метра. Взлётная масса — 2742 килограмма. Максимальная скорость — 786 километров в час. Практический потолок — 13 350 метров. Практическая дальность — 500 километров. Вооружение. Скорострельная авиационная пушка калибра 23 миллиметра. Среди серьёзных недостатков новой машины была низкая энерговооружённость. Двигателю ЮМО и его советскому аналогу РД-10 не хватало мощности. Других реактивных двигателей отечественная авиация тогда не имела. Как следствие, Як-15 проигрывал поршневым истребителям по скороподъёмности, манёвренности и длине разбега. Двигатели расходовали слишком много топлива, что снижало дальность и продолжительность полёта. Однако перспективы реактивной авиации были очевидны, а слабые места поддавались устранению по мере развития отечественного авиапрома. В мае 1947 года Як-15 успешно прошёл государственные испытания и стал первым реактивным истребителем, принятым на вооружение советских военно-воздушных сил. Он использовался в качестве переходного и учебно-тренировочного для переучивания лётчиков с поршневых самолётов. Всего было построено 280 таких машин. Впервые истребитель был продемонстрирован широкой публике в августе 1946 года, во время авиационного праздника в Тушино. А 1 мая 1947 года 50 Яков приняли участие в воздушном параде над Красной площадью. Тогда же серийные машины стали поступать в строевые части. Як-15 не принёс с собой проблем, характерных для первых реактивных машин. С ним никогда не случалось тяжёлых лётных происшествий и загадочных катастроф. Именно на Як-15 Иван Полунин продемонстрировал перед зрителями в Тушино каскад фигур высшего пилотажа. Ещё никто в мире не делал ничего подобного на реактивных самолётах. Полунин Иван Петрович. Полковник, лётчик-истребитель. Во время Великой Отечественной войны командир авиаполка, лётчик-инспектор, лётчик-инструктор управления боевой подготовки истребительной авиации, лётчик-испытатель. Освоил несколько десятков типов самолётов, включая английские, американские и немецкие. Автор комплекса фигур высшего пилотажа, известного как «Полунинские качели». В 1955-1961 годах начальник школы лётчиков-испытателей. Позднее высший пилотаж стал исполняться группами из трёх и пяти истребителей Як-15. И в этом «Пальма первенства» принадлежит советским лётчикам из боевых истребительных полков. Дальнейшей модификацией реактивного первенца Александра Яковлева стал истребитель Як-17. Эта машина совершила первый полёт в начале 1947 года. На самолёте был установлен более мощный двигатель, внесены изменения в планер. Дальность и продолжительность полёта увеличили путём установки подвесных топливных баков. Большое количество этих машин Советский Союз передал на вооружение военно-воздушных сил Чехословакии и Польши. Важной вехой в развитии отечественной авиации стал истребитель Як-17 «Ути». Это был первый реактивный учебно-тренировочный самолёт. Двухместная машина с тандемным расположением пилотов и дублированной системой управления. Як-17 «Ути» поднялся в небо в середине 1947 года и сразу после успешных испытаний пошёл в серийное производство. Разработки КБ Яковлева оказали серьёзное влияние на развитие и становление советской реактивной авиации. СССР принял вызов ведущих авиационных держав и в немыслимо короткие сроки с минимальными затратами дал на него достойный ответ. О других реактивных машинах Александра Яковлева вы узнаете в следующих фильмах «Оружие». КОНЕЦ «Ути» КОНЕЦ «Ути» КОНЕЦ «Ути»